Металлург «Видное» в чемпионате Московской области в 26 играх одержал 16 побед. Футболистами команды было забито в ворота соперника 55 мячей. С таким прекрасным результатом ведновчанам удалось стать серебряными призерами турнира и выйти на профессиональный уровень. Не хватило нам одной игры, которая не по нашей вине не состоялась. Последняя игра могли бы занять и первое место, потому что форс-мажор выпал снег и поле не было готово. А так я считаю, что удачно все выступили, удачно провели сезон. И новый сезон, думаю, хотелось бы. Будем начинать уже в другом статусе. Это первое место. Нам, наверное, не хватило немножко удачи из комедии запасных, я так считаю. Свою игру не могу оценивать, я должен оценивать тренерский штаб. В команде я нахожусь где-то со второго круга, 14-й игр отыграл. Что-то получалось, что-то нет. В составе молодые перспективные футболисты в возрасте от 18 лет. Многие, как, например, капитан Денис Антонов, пришли в команду из числа воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп». Начался сезон хорошо. Мы спрогрессировали. И во втором круге, по-моему, проиграли один раз. И один раз ничью сыграли. Так что за счет второго круга мы заняли второе место, боролись за первое, но немного не получилось. Поздравил игроков, тренерский состав и руководство клуба с удачным выступлением временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катеров. Хочу пожелать настойчивости к настижению результатов. Хочу пожелать, чтобы все те позиции, которые вы сейчас удерживаете, они шли только вперед. Чтобы вторая лига перешла в первую. Чтобы эмоций и настроек хватало. Ну и, конечно, хочу пожелать, чтобы в новом году вам способствовал успех. И чтобы и Химки, и Красногорск, и другие команды вам покорялись. И вы всегда были первыми. В торжественной обстановке спортсмены получили благодарственные письма от Управления по делам молодежи, культуре и спорту, от общественной организации Федерации футбола Ленинского городского округа и Совета депутатов. Участвовать настоящих, я бы уже сказал, чемпионов, мастеров своего дела, которые уже занимают, несмотря на свой молодой возраст, достаточно твердые, четкие позиции. Конечно, что хочется пожелать. Пожелать развития однозначно. Сказать большое спасибо организаторам, это, конечно, наша администрация. На достигнутом, как признались видновские футболисты, останавливаться не собираются. Впереди январские сборы, усиление состава команды и подготовка к новому сезону в профессиональной футбольной лиге, который начнется уже весной. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.